Итак, важнейшим фактором роста экономики является повышение эффективности производства и потребления энергоресурсов. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели. Там же участвовала и команда Ульяновской области. Делегация провела ряд переговоров. Несмотря на название Российской энергетической недели, форум международный, он уже успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. На пленарном заседании Российской энергетической недели выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что повышение эффективности производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста экономики и в немалой степени определяет качество жизни людей. Особенно это важно сейчас, ведь пандемия нанесла удар по всем сферам. Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса. Когда из-за вынужденных ограничений, замедления деловой активности при остановке производств и транспортного сообщения во всем мире резко сократился спрос на энергоресурсы. И присутствующие здесь, в этом зале, знают это очень-очень хорошо, потому что это коснулось ваших компаний. Ульяновскую область на форуме представила команда во главе с Алексеем Русских. Регион находится на передовой по достижению углеродной нейтральности. Многие резиденты инвестплощадок являются мировыми лидерами по декарбонизации производства и внедрению зеленых технологий. На полях форума Алексей Русских встретился с руководителями госкорпорации Роснано и компанией Фортум. В конце сентября стало известно, что их совместный инвестфонд победил в программе поддержки ВЕА-генерации. А значит, что ульяновский завод ВЕСТОС, а он единственный в России, производит лопасти для ветрогенераторов, может получить новые заказы. Для региона это еще одна возможность увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места. Мы намерены построить комплекс, где 50% энергии будет за счет ветрогенераторов, 50% за счет газогенераторов. Таким образом, будут обеспечены все резиденты, которые в этой зоне находятся, подобного рода электроэнергии. Также, благодаря соглашению с Роснано, которое было подписано еще в июне на экономическом форуме, в регионе приступили к реализации пилотного проекта по сокращению выбросов парниковых газов. Таким образом, в Ульяновской области появится карбоновый полигон, территория с уникальной экосистемой. Ирина Шмыгова и Артем Куранов. Вести Ульяновск. С площадок российской энергетической недели.